Дорожные ремонтные работы, благоустройство придомовых территорий и борьба с несанкционированными мусорными свалками. В мэрии Магадана состоялось еженедельное оперативное совещание, в рамках которого руководители коммунальных служб отчитались о текущих результатах. В настоящий момент городское предприятие «Теплосеть» устраняет повреждения на объектах. Большая часть работ выполнена, однако в городе планируется еще около 20 разрытий, так как неисправные участки коммуникации расположены под землей. Проведено испытание избыточным давлением, превышающим в три раза рабочее давление. Мы получили проблемные участки, которые сейчас должны открывать и не допустить зимой прорыва сетей. Да, это неудобство, но это вынужденная мера, другого пути нет. Кроме того, участники совещания обсудили вопросы благоустройства. Комбинат зеленого хозяйства ведет текущий ремонт детских игровых комплексов, а специалисты Управления административно-технической инспекции занимаются расчисткой города от ветхих и бесхозных строений. Глава города акцентировал внимание коммунальщиков на проблему несанкционированных свалок. На территории Магадана таких более 40. Только в прошлом году коммунальными службами было вывезено около 3000 кубометров мусора, оставленного безответственными горожанами в зеленых пригородных зонах и местах отдыха. В настоящий момент учреждением создано две бригады, состоящие из погрузчика, водителя, самосвала и подборщика, которые собирают данные бесхозные свалки. На текущий момент нами обследовано и выявлено их несколько десятков. Но каждый раз убрав их, через месяц на том же самом месте образуется новая свалка. Борьба ведется не только со свалками, но и с их организаторами. Так, накануне был составлен протокол на магаданца, осуществившего незаконный вывоз мусора в зеленую зону в районе Новой Веселой. Его ждет административная ответственность. Также наказание ждет и колымчанина, выявленного по заявлению граждан. На заседании мэр Юрий Гришан поручил усилить меры по борьбе с организаторами свалок, в том числе установить поощрение за информацию о нарушителях. Нам потом приходится вывозить на полигон, платить за него технику муниципальную, погрузчики муниципальные, людей муниципальных. Мы можем установить из фонда социального партнерства поощрение, какое поговорить с Юрием Михайловичем. Поймали? Вот, кстати, за деньги, может быть, будут и больше сообщать. В завершении совещания собравшиеся обсудили текущие вопросы по содержанию городских улиц, а также говорили о планах обновления ветхих подпорных стен в городе.